Уже они это не примут, они уже, как говорится, отрублены, отрезаны, сами себя отрезали. А вот кто в церкви находится, вот как раз это обличающие слова в отношении всех и православных сегодняшних. Да не только сегодняшних, наверное. Правильно Андрей сказал? Я с ним абсолютно согласен. Он увидел то, что раньше вы можете не увидел, а сейчас увидит. То есть Бог ему открывает то, что есть. Ну Андрей, можешь вспомнить какие-то конкретные примеры, предания человеческие, которые бы противоречили Библии? Ну элементарно, что нельзя клясться, приносить клятву. Это самое такое распространенное. Я говорю, батюшка, нельзя, в Библии написано, не клянись ни небом, ни землей. Он говорит, так мы же защищаем Родину. Я говорю, Родина, это дело десятое, написано в Библии, не клянись. Все, не отними, не прибавь от слова из Библии. Он говорит, ну это же святоотеческие предания, говорит, что всегда брали за оружие и защищали свою Родину. Я говорю, так в Библии так написано, батюшка, как мы можем противоречить Библии, учению Христа. Нам Христос приносит книгу, и мы это учение приносим людям, учим их. И вот мы не слышим, батюшка не слышит меня, батюшка самое главное. Я как бы, братьям-то я вообще не могу рассказать, что Библия самое главное. Они не читают их, поэтому я не знаю, как им объяснить. Еще, кроме клятвы, еще какие-то, можешь вспомнить примеры? Вот, Христос на примере того, что, вот, почитай отца и мать. То есть, тогдашние попы учили, ну вы, главное, в храм приносите, а отцу скажите, что, ну я в храм отнес, что ты с меня деньги требуешь? Все это, рван, дар Богу, то, чем-то я от меня пользуюсь. А для чего тогдашние попы так учили? Ну, потому что они с этого, видно, имели что-то, потому что им перепадало. Воры, наверное, были, я так думаю. Ну, я бы сказал, что у нас учение в церкви, оно абсолютно отсутствует, отсутствует. Когда начинаешь с братьями разговаривать о самом элементарном, вот, что, например, сегодня на литургии были, о чем говорили, о чем батюшка проповедь говорил, и ты начинаешь с ними беседовать, как вообще называется проповедь, и о чем она, эта проповедь, никто не слышит тебя. Все уперлись в трапезной и смотрят все тарелки, либо говорят, ты, говорит, сиди, помолчи, не мешай, ты слишком, говорит, много разговариваешь. Я говорю, так мы пришли, говорю, здесь побеседовать с вами, братья и сестры, давайте побеседовать о том, что сказано, вот проповедь, была проповедь. Ну да, говорит, хорошая была проповедь. Я говорю, о чем они говорили? И пытаюсь им объяснить, и они не понимают вообще, что это такое. Им главное, когда литургия идет, походить по храму, что ты присутствовал на литургии, и уйти, и все. Это основа. А учение, его не существует такого учения, что нам принес Христос в Библии. Не существует учение Христос своим умыслом, а он считает, что главное исповедоваться, чаще исповедоваться и чаще прочищаться. Да, ну батюшка самый... Когда у них душа не болит, но они сами не верующие, а, ну тогда это значит все нормально. Поэтому ни о каком учении даже речь не может идти. Просто когда они что-то делают по своему умыслу, думая, что они ссылаются на святоотеческие труды, ты говоришь им, что, во-первых, назовите правильно, кто делал так из святых отцов, а во-вторых, свертись со Словом Божьим, не противоречит ли это Слово Божьему. А когда вот этой вот всей цепочки нету, и речь ни о чем не может идти, главное прийти в храм, там десятки еще торговых точек развернут в храме, в самом храме. Люди-то не понимают этого. Им-то самое главное прийти там, хоть юбку, хоть наглую чуть-чуть нацепить, и чтобы их сильно там не ругали, а то же они у нас слабые, беззащитные. Я говорю, вы обличите его, если, говорю, она послушает вашего Слова и поступит по вашему Слову, значит вы приобретете сестру или брата во Христе. А если, говорю, она не послушает вашего Слова обличение, то она не была вашим братом или сестрой во Христе. Так, значит, по плоти. А им не это главное, а им главное дарвод. То есть, если ты ее обличил, она больше деньги не принесет, у него зарплата уменьшится. Ты в его карман залазишь, конечно, ты враг номер один будешь. Зачем обличать? Нет, человек пришел, его надо приласпать, чтобы ему понравилось, чтобы он чаще ходил, чаще исповедовался и чаще прочищался. Все. А какая Библия? Да это баптисты, сектанты только ее читают. Но это не надо. Ты, главное, ходи, деньги в храм носи. Корван Богу. А то, что там почитают Саи Матери. Ну, меня вот и считают протестантом. Ты, говорит, в какой-то секте, говорю, наверное. Ну, я говорю, не видите, что я в храме, что вместе с вами, молюсь на литургии. Какой я могу протестант быть? Какой сектант? Нет, ты, говорит, протестант. Я говорю, если бы я был бы протестантом, то, говорю, зачем я в церковь пришел бы. Нет, ты, говорит, в какой-то секте, видать, пришел, и здесь нам что-то слово говоришь. Я говорю, что вам еще надо сказать? Я, говорю, готовлюсь к окрещению. Я готовлюсь, говорю. Это, говорю, ответственно. Сначала, говорю, веровать надо, а потом креститься. Аминь. А вы, говорю, креститесь, не понимая ни зачем это делать, ни что надо делать, как надо делать. Ладно бы еще лоб помочили. Не мочат же лоб. Не мочат же это. Даже элементарно делаю. Не делают этого. Лоб дороже, не в чем. А как? Ну, там что-нибудь обстригливали волосики. Я специально снимал, фотографировал это все. Обстригут волосики. Помажут мира помазания. И все, тут еще нет. Даже водой даже нету, что ли? Нет, мне кажется, ты что-то путаешь. Может быть, там ты пропустил этот момент. Не брызгаешь волосы. Может быть, брызганье, да, брызганье. Или брызганье водой. Поэтому никакое учение Христа, которое вот здесь сказано, то, что мы сейчас разбираем, не может идти речи. И поэтому и против речи не может идти, потому что надо сначала научить этому учению Христа, а потом уже говорить все обо всем остальном. И когда я говорю, давайте вот, воскресная школа есть? Дети, говорю, хотя бы элементарно почитаем, говорю. Ну, так зачем, говорю? Они говорят, да, порисуют или еще что-нибудь поделают. Вот брат это, Сергий, предание церковно-славянский. Вот надо, чтобы все читалось на церковно-славянском языке. Откуда это? Что это предание? Предание человеческое. Вот смотри, еще момент такой. Я с отцом Сергием разговаривал. Говорю, батюшка, вы воевали? Ну, на фронте были. Вы верующий были тогда, когда вы там были? Да, верующий был. А вы Богу молились? Он так. Как молился Богу? Там же икон нет. Чего это предание, понимаешь? Человеку 92 года, он мне это вот, недавно я ездил в Осиннике, получается, что он не молился, потому что икон нету. А откуда это предание, что нужны обязательно иконы, чтобы молиться Богу? Откуда предание такое, что нужно обязательно храм, и обязательно через храме нужно молиться, а вот если храма нету, то все, молиться негде, и спастись никак невозможно. Чего это предание? Человеческое предание. Откуда оно взялось? Взялось вот. Когда разрушали храмы, люди ходили, добивались, чтобы храмы восстановить, потому что молиться нельзя было. Я вот читал в журнале Московской Патриархии, как там так и было. Ходили, просили, просили, потом их посадили, и они там умерли в тюрьме. А храм так и не получили. А почему? Потому что молиться нельзя, и спастись они считают, что не могут. Так это уже не храм. Вот оно предание, понимаешь? Тут все соткано из этих преданий, из обычаев человеческих. Поэтому Господь и разрушил все эти храмы, может быть. Я вот думаю, сколько тысяч храмов и монастырей было разрушено. Ну, если бы они приносили пользу, спасались там люди, ну, а зачем тогда Богу их надо было рушить? Попустить это, если бы это дело сатанинское храмы, рушить, ну, смысл какой? Рушить храмы, конечно, православные бы не стали ни за что сами. Но они сделали из них такое, что совершенно не по евангельскому пути пошли, понимаешь? Они стали считать, что храм это все. Без храма невозможно спастись. Вот в чем беда-то. А верующий христианин, он свободен. Он может в любом месте молиться, и может в любом месте спасаться. Есть храм, нет храма. Есть иконы, нет икон. Ему этой разницы нет. Есть иконы хорошо, есть храм тоже хорошо. Но если нету, все отобрали, ничего нету, ты один. Или ты не один, с кем-то. Ну, ты молись, можешь в любом лесу там. А мы, понимаешь, через это вот привязали к земному. Чтобы мы были рабами, да. Чтобы мы не, как бы это, сатана, вот так вот. Люди на это пошли, конечно, все это. И власти теперь имеют возможность. Вот как у вас храм это, вот я скажу, у вас незаметно там все это, в Барнауле. Никто к вам не ходит, вы молитесь. Этого храма не будет, вы перешли в другое место. Община-то осталась. Главное-то община, главные люди, как вот это вот, феофилак болгарский, что вы, вас Бог, вы храмы Божии. Понимаешь? Вы свободны. И эта свобода, именно, этой свободы не ходит сатана. И он всячески это действует, чтобы это, закрепостить человека, закрепостить, привязать его к земному, через храм, через иконы, или еще через какие-то предметы там. Они, икон не отвергаем, и храмов не отвергаем. Но и понимание того, что мы потерять через это можем свободу во Христе Иисусе. Это точно. И потеряли ее. А может быть, и никогда и не было ее свободно на Руси. Понимаешь? Тут все это сложнее, все это не так просто. Предания, они не так-то, не откуда появляются. Вот эти человеческие такие, обычаи и все прочее. Можно привязаться ко всему. Вот пример, как это, отрубить от себя все. Вот я хочу, иду, хочу купить этот предмет. А зачем он мне нужен? А у меня желание, я посмотрел на сердце, у меня страстное желание приобрести этот предмет. Что я должен сделать? Я чувствую, что я привяжусь к этому предмету и стану рабом. Я прошел и отверг этого. Я уже, понимаешь, тут можно ко всему привязаться. У православных очень много привязок к земному, от которых они не хотят отказываться. Ни за какие деньги, ни за что. И думать, что... Ну, с Андреем я согласен. Ну, давайте, братья, еще один стих прочтем. Закончим. Второе послание Иоанна. Итак, второе послание Иоанна, первая глава, с 10 по 13 стих. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствую тебя, дети сестры твоей избранной. Аминь. Аминь. Толкование. Тех, кому пишет послание, апостол предостерегает, чтобы они, приходящего к ним без исповедания учения Христова, не только не принимали под кровь свой, но и не удостаивали приветствия, потому что приветствие от нас должно быть делаемо только тем, кои единонравны и единоверны с нами. Ибо кому мы должны молить благополучие, как не единонравны и единоверны с нами. Если же будем приветствовать нечестивых, что прилично только в отношении к единонравным и единоверным, то этим показываем, что мы в общении с ними и что они уже увлекли нас в свое нечестие. Причиной, почему настоящее и следующее за ним послание изложено кратко, апостол поставляет то, что надеется прийти сам и при личном свидании восполнить недостающее. Некоторые на основании этих слов думают утверждать, что послание сие писано не к женщине, а к церкви. С тем, кто так думает, я нисколько не спорю. Пожалуйста, у кого какие мысли у нас еще? там Игнат Тихонович присоединился к нам. Да. Может, попросишь его сказать? Ну, вот вопрос по этому отрывку то вот не приветствуйте нечестиво сказано, да? Все. А в другом месте сказано, что внушайтесь одежды блудников. Впрочем, если фон не верующий блудник, то можно с ним общаться. Вот такое у меня в памяти. Как вот эти два места с собой поставить-то? Ну, тут в дом не пускать и не приветствуйте. То есть разговаривать-то можно, приветствовать нельзя. то есть слое приветствия это вот именно что ты как бы поддерживаешь его нечестие что ли или как? Приветствуешь. Значит, вопрос задаешь? Да, да. Я принят вами был 16 минут назад только. Почему так? Понятия не имею. Обиделся ты на меня или еще? Я звоню вам, у вас кто занят эту трубку не берете. Я сейчас с утра жду. Никуда не отхожу стараюсь. И выкинули меня, и все. Это не я. Это вот что-то. Ладно, я попутно спрошу. Отца Павла у тебя из камня есть телефон? Он мне звонил сегодня. Вот, Евангелие там просит, потому что тут праздник у них навещается. Ну, вот такое приветствие. Что значит приветствие? Ты по-русски вот идут люди, когда ты с ними здоровьешься, как? Здравствуйте? Или привет? Что говоришь? Добрый день. О, это ни к чему не обязывает. Добрый день. Я ему ни здоровья не желаю ничего. Добрый день. Я говорю, что облаков нету, дождь не идет. прохладная погода и не приветствую его. А приветствую это пожелание здоровья. А здоровья и кроме того, что как одобрение здравия, то есть во всем перекидывается слово. Понимаешь, тут игра слов. Не просто так. А если вы приветствует только своих, какая польза? Ты и врага приветствуй. То есть желаю тебе доброго, чтобы ты познал Бога. какие-то слова найди сказать. Люди это очень тонко понимают. Другое вообще не добьешься. А тут сразу понимают. Вот я захожу, когда в администрации у начальника, а он поищет документы. Так, подождите минутку, я сейчас бегаю, тут у меня рядом там есть. Я за ним. Не сидите. Я вышел в коридор, стою. А он говорит, а почему? Я говорю, вы может быть документ потеряли уже неделю назад. А хватитесь, когда я уйду, вы на меня будете думать, какой же вы начальник-то? Да мы с вами давно знакомы. Не ручайся языка, знакомый. Так он пошел в другом кабинете, там все рассказывает. Там выглядывает посмотреть, что это за чудище пришло тут такое. Понимаешь, вот я его и обличил, что он плохо работает, одновременно пожелал лучшего. У нас отношения сохранились, и ни в чем безбожьем я его не одобрил. Тут должна быть целая система. Да я его не презираю. Вот, допустим, лютый враг, он поносит. Я вообще его не вижу, не разговариваю, не приветствую, ничего не желаю. Прошел мимо. А если я его знать не знаю, поэтому говорят, да как же ты, может быть, он еретик, знать не знаю. После первого и второго вразумления написано отвращайся. Вот я уже точно узнал еретик, все, теперь я ему не говорю ни добрый день, ничего, я отворачиваюсь от него. Приветствующий его участвует в злых делах его. Это очень широкий спектр. Он еретик. Пример какого приветствия, что участвует в злых делах его. Это как вот переведите на наш современный... Одобряю, одобряю. Слово приветствующее означает, переходит на то, что я его одобряю. То есть я знаю, что он вор, например, да, и вот с ним вот... или как... Какое слово сказать? Слово, например. Я повторяю, какое слово? Вот в этом слове у тебя никак не должно быть одобрения. Вот как. У нас перевод этот не может никак передать. Он спрашивает, любишь ли меня? Понимаешь, у нас как? Я люблю маму, люблю жену, люблю картошку, люблю свою страну. А у греков это три. Три позиции. Одна просто люблю, другая, другая, как самого себя, а третья готов жизнь отдать. Там Агапи, Фили все это перечисляют. Поэтому никак нельзя было сказать. И вот когда третий раз Петр был вопрошен об этом, то он понял, о чем Господь спрашивает. Любишь ли ты мне, готовый отдать за меня жизнь? Там Агапи, Фили они меняют. А там первое, это плоская любовь. Я люблю жену. Тут ничего, кроме плоского вожделения нет. Второе равное себе, а третий готов отдать жизнь. У нас слово путь еще одним словом выражается. А у китайцев, если не ошибаюсь, больше десяти. Десяти. Что это за путь? Тропинка. Прямая ли она, кривая ли, заросшая ли. Для заключенных отдельно дорожка делается. Или для императора только. В одном слове. Поэтому просто не приветствую, чтобы не ошибиться. Они как? Ты знаешь, еретик тебе сказали, не испытывай, отойди. Вот у меня сколько раз было в потерявке жил один, он выехал. Ну просто очень много беды сделал. И он обязательно вроде бы здороваться надо. Получилось так, что жене его я пологорода там нынче отдал. Мы копаем. И они вот приехали. Я его в упор не вижу. Он хоть что говорит. А со стороны посмотрит, так он же с вами здоровается. Я не вижу его в упор. Он беззаконник. Он большие злые дела сделал. Ушел в ересь. Его даже от баптистов выгнали. Вот и все. Никак. А никак, значит, не согрешишь. Я знаю, что он еретик. Злобный человек. Нарушитель седьмой заповеди. И поэтому никакого даже намека нет на то, что я его одобряю или приветствую. Вот так. Спаси Христос. Расплаковали. Очень хорошо. Так, братья и сестры. Вы еще подавайте вопросы. Я вас не слышал. Ничего у меня нет. Полная тишина у меня была. Не подключена. Поэтому, если вопрос задают касательно сегодняшнего занятия, то немножко дайте понять, о чем вопрос. Вопросы есть? Есть. А у меня предложение. Можно, да? Сначала вопросы. Михаил Кальмаев, потом вам дам слово. Мне конкретно Игнать Тихонович вопрос, чтобы он растолковал. Хотя, конечно, это уже растолковывалось, но еще раз, если можно. Иоанна 5,24. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. А на суд не приходит. Вот, значит, и апостол Павел говорит, что все мы предстанем на суд Христов. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. И у меня вопрос такой. О каком суде говорит Господь Иисус Христос? О страшном последнем. О страшном последнем суде. То есть, ты придешь не на суждение. И ты, говорят, на суд не приходят. Ну, в суд-то приходят свидетели и бывают обвиняемые. Ты не будешь обвинен. Ты пришел на суд как свидетель. А всем нам надлежит предстать на судилище Христова. Это 5,10, второе послание к Коринфинам. Определенная щетка. Все до единого пройдут через огненную реку, протекающую пред престолом. Даниила, 12 глава. Предстанем, но не на осуждение. То есть, на суд не приходит, это значит, что не будет осужден... Не будет осужден. Смысл закладывает на суд само действие суда. А другое, когда говорят, что на суд не приходит, на осудительную форму суда. Спасибо, Христос Игорь Тихонович. Да, так Ильян Затаус толкует это. Ну и так понятно. Всем надлежит предстать. Мимо никто не пройдет. Но праведник посеяет как солнце, а грешник как обгорелая головня. Он пришел на осуждение. А мы на это осуждение. Суд осуждения. Видите, тут надо понимать, что по-другому нельзя было перевести. Так, Райхан, пожалуйста, ваше предложение. Вот в начале занятий надо бы написать какую главу, какую это. Вот я несколько дней протеряла, сегодня я тоже как-то потерянная была. Несколько занятий потеряла. Не потеряла, пропустила. Понятно. Но вы пропустили, вы прям можете писать по ходу. Задавайте вопросы и все. Я вам сразу же отвечу. Хорошо? Хорошо. Потому что некоторые опоздавшие так уже делали, я поэтому не написал. Ну, простите. Еще можно? Да. Игнать Тихонович. Вот мы сегодня читали, наблюдайте за собой, чтобы так, 2 Иоанна 1 глава 8-9 стих. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий в учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и отца, и сына. Мы, Игнать Тихонович, рассуждали, что это касается в первую очередь нас, тех, кто находится в церкви, что мы можем тут приступить в учение и оказаться не имеющими Бога. Ну, это правильно наше рассуждение или как вы скажите? Слово мы, мы, иногда имеется ввиду апостолы говорят, то, что мы вам преподали, мы. Подражайте, Павел говорит, мне, а не соседу какому-то, так и здесь, чтобы не напрасно мы трудились у вас, апостолы. Что они в нас заложили, мы твердо держали это, чтобы получить обещанное. Это понятно. Под это мы никого нельзя поставить. Конкретно можем сказать, это касается меня, но смысл имеет только полный смысл. Апостолы. Нет, я говорю, что всякий приступающий в учении Христово и не пребывающий в нем не имеет Бога. Это напрямую относится к нам, верующим, православным, так ведь? Или нет? Ну, конечно, в первую очередь, это к церкви относятся, приступающие. И те, которые думают, что они верующие, они приступают, они нарушают его. Если явно это явлено, что они не церковь, вот главный это вопрос. Они никогда этой темы не касаются. Они говорят, делают хорошо, жертвуют, и все это толкует епископа, они не епископы никто. Они не церковь, у них нет рукоположенного епископа от апостольских времен. Я каждый раз думаю, вот они обмирают, у них бывают, у сектантов. И нигде там дух, какой их водит по загробным местам, никому не показывает, что они не церковь. Игнатий Тихонович, я имел в виду, что вот всякие приступающие учения Христовы, вот допустим, епископ, священник, или просто вот это вот, как говорят, мирянин, он догматическую часть принимает полностью, ну а дисциплинарную он нарушает из повдоль, доли поперек. Он является нарушителем учения Христовы, или не является? Да вы уже ответили, раз доли поперек, да к чему там спрашивают-то? Даже одну из малейших заповедей сих нарушит, малейшим наречется, девять блаженств. А одну, не плащащий, не кроткий там, не чистый сердцем, он уже не войдет в обитель небесную. Это касается абсолютно всех. Всех. В церкви они или не в церкви. На этом легко показать. Вот он, я считаю, так правильно. Так ты считаешь, описание говорит не так. Вот мы говорим, вот в мире бывает геноцид. Ну геноцид, это желание истребить какой-то народ, до истребления. Ну большего геноцида, чем при Моисее, нигде не было. Им надо где-то жить. Вышли, ну вышли-то все, земли-то нету, они там расплодились, евреи-то выше-то. Ну до пяти миллионов. Ну представь, какая область большая. И что? Семь народом живут истребить до единого, до ребенка, до женщины. Если только не познала мужа, понравилось, то можно взять. Мужской пол сто процентов. Это как? Если не верить, что это от Бога, это страшно и чудовищно. Люди живут мирно, а не беспечные. Библия говорит. Разве это плохо? Плохо оказалось. А они жили и грешили. Только с позиции веры можно сказать, я молчу, так Богу было угодно. А ведь погибли-то ни один, ни два. И они там уже свои коалиции составляли. Друг другу посылали помощь, и войска все были разбиты. Но ужас напал на всю землю вокруг. Откуда эта беда свалилась? Вот сейчас откуда это? ИГИЛ. Исламское государство. Ничего не было. И вдруг тысячи, тысячи идут и идут, бегут со всех сторон, со всех стран мира. Православные тут же обрезаются, принимают. Вот артист какой-то убежал здесь, православный. Стал там мусульманин, его там убили. И они теперь, эти главные там, которые, полевые командиры, хвалятся друг другу, как в газете он пишет, у кого больше трупов. Народ вообще, они ничего, а что жалеть-то? Он идет в Царство Небесное, его еще жалеть-то? Он избрал это. У нас, если погиб ребенок, то тут скорби, печали будет. А у них не так. Вот маленький ребенок, 10 лет даже нету ему, его смертный пояс нацепили, ему ему только соединить надо. Он идет. И взорвался. Так мать-то, все родня радуются-то. Он у Аллаха теперь, он на небе теперь, он вот другой. Попробуй еще докажи. Откуда пришел этот народ? Откуда это учение? Не хотели евангельского слова? Монахи попрятались. Получайте теперь. И вот мы должны до конца, до последней точки договориться. Мы не исполняли, убивали друг друга. 120 миллионов абортов за перестройку было. Этот народ самоуничтожающийся. Земля хорошая. Будут другие народности жить. Об этом прямо с кафедры в храме Московской Патриархии Дмитрий Смирнов говорит. Лучшие нас придут жить. Он это понимает. Он понимает даже о Ленине. Большего чудовища не рождалось на земле. Его хоронить, стараются похоронить. Нельзя его хоронить. Говорит, его женщин надо распылить во Вселенной где-то. У нас тут семь единодушия. Можно еще вопрос? Да. Я хотел спросить вас о том концерте, который в Пальмире в Пальмире концерт. Там это храмы, там это Баал Шамина и так далее. То есть это чистое язычество. Назвали это молитвой. Молитвой назвали. Молитвой это вот мне это кажется странным. В общем-то это чистое какое-то мероприятие. Вот умер у нас там солдат один офицер. Умерли еще там люди. За что получается они воевали? Они воевали на погибель своей души получается собственно говоря. И какой это что за концерт? Зачем он нужен этот концерт? Просто для того чтобы показать что мы какие для спасения души это никакой роли не играет а наоборот во вред же идет. Так ведь? Вот возьмите да воскреснет Бог какая сильная молитва. А ее здесь в драмтеатрах поют даже старообрядцы растягиваются стоят. Считают что это не нужно никто не верит в это и молитва как заклинание. И так и там показали вот она такая-то красота там заминировано было все разминировали а если так по большому-то счету взять то ИГИЛ-то поступал правильно если бы они были христиане. Христиане всегда уничтожали идолов возьми житей святого Эмильяна жрецы отдыхают в обед он зашел туда в их капище молот взял и давай крушить идолов они слышат какой-то треск керамики-то идет кто это сделал он вышел это я сделал и мы считаем неоднократно такое было так что обвинять никак нельзя тех которые разрушили а что эти-то подыгрывают ну это обычное такое туда даже и заходить-то нельзя было бы нечестивое место пристанище демоном языческий храм какой там какой концерт ну неверующий там речь-то идет не о вере а о том сотрудничестве что мы вас признаем мы стараемся как-то помочь вам чтобы вы не унывали вроде такой смысл единодушие в этом ну я посмотрел ну а что что тут если бы так можно было сказали ну вот как ты стоишь тебя разрушают правильно неправильно да мировое искусство с позиции христианца зло и в обвес вопрос я и гражданин и христианин как гражданин я всегда голосую за казнь маньяков всех этих люди которые там малолеток насилуют должны быть казнен но как христианин я не могу подать такой голос так и здесь пустое это все да я согласен что это пустое если бы они просто молились тогда можно было вот я пришел вот мы были в Дагестане Махачкала столица их ну да были в этом в Азербайджане в Баку меня провели она сама не могла зайти мусульманка жена мулы она говорит мне нельзя сюда отец Игнатий зайти ну я зашел там она вызвала одного его позвали и он заходит разуваться надо я разулся у меня носки то такие ну я в пути да вообще то у меня все рвань ну как я их сбросил босиком босиком можно ну и вошел а у них как раз перерыв какой-то они по стенам сидят что-то считают некоторые кланяются рядом ребятишки конечно одни мужчины ни одна женщина никогда не зайдет туда ну представь себе сидят они усы обритые бороды у всех ну а я встал посреди не дошел когда они еще не знают кто я и я давай у них запрещено молиться то но здесь они не такие и я давай поклоны отбивать помолился встал на колени как они становятся когда я поднялся с колен меня плотным кольцом они уже встали окружили может быть кольца три было как они смотрели на меня тут но нельзя было снимать тут ничего а дальше начался разговор и разошлись мирно никто пальцем не тронул а когда были в Махачкале там заходили в библиотеку и увидели слева написано комната для намаза для молитвы мы когда уже все книги подарили директора спрашиваем а она заперта вас можно зайти говорю да какой разговор он тут уже дал сигнал мы выходим она уже отперта комната но мы разулись снаружи у комнаты ну сошли стали молиться Витя снимал а мы молились мы просчитали там все молитвы да воскреснет Бог пожелали мира этой стране чтобы люди познали Бога обратились ко Христу помолились и вышли у нас даже ролик стоит и там все засняли а там у них свои камеловки стоят но изображений никаких нету кажется что-то там из растительности было у нас тоже в храм нельзя заходить с изображениями только если растительного происхождения на платье на платках вот мы где были и нас пугали сильно пугали там голову режут убивают с нами ничего этого не было потому что нас окружала милость Божия и они видели да вот если бы все так верили как вы верите да у нас бы никогда войны не было бы у них написано в священной книге Коране что христиане это люди писания и их только можно поработить чтобы платили закат налог и все еще вопросы пожалуйста есть у кого задавайте Владимир Молчалин можете не печатать прям так спрашиваю что время не тратит давно как вот если касаться истинного православия как относиться к торговле золотыми бриллиантовыми крестами вот церквях я вот сколько раз был то есть ну вообще как к вере относиться если как бы есть торговля золотом там ездят на дорогих иномарках батюшки там столько машин у них как вообще к вере относиться если там действительно может быть ничего нет в плане веры в плане Бога В плане веры и Бога в храме это одно, а за храмом другое. Поэтому в храме этого не должно быть. Это все должно быть выброшено. Не просто отдано, а выброшено, как Господь выгнал все и опрокинул. А где они там торгуют? Запрета на это никакого нет, раз они торгуют. Законы у них, налоги платят с этого, тут все должно быть узаконено. На это запрета нет, на торговлю. Но в храме и в храмовой ограде это запрещено. Это на это каноны есть. Ну а крестик где купить? Крестик на крестик нужен, нужен. Поэтому я покупал не один, не два, по 400 крестиков сразу для заключенных. Ну нужно было. Но если бы они не в храме, то купил бы, не мучился. Но я пришел пораньше, когда еще службы нет и купил. Та же книги. Ну а где купить? Сейчас вынесли они книги, там отдельно лавка. Но все равно на территории храмовой. Продают там книги хорошие. А рядом другая дверь заходишь, там материалы разные для ризы шить. Ну а где купить? Больше купить негде. Нарушения, да, нарушения. Ну, это не внутри храма. Сам себе как бы уже говоришь. А где вот это вот на благодать, которая в церкви есть? Вообще приходишь как к Богу, а Бог может быть смеется над всем этим. И, скажем, относится. Ну вот батюшки вот у вас такие. А вы так относитесь. Да и не будет никакой благодати. Играйте в театр. И благодать из-за чего? Что они на богатых машинах ездят? Или золотыми крестиками торгуют? Конечно, вы же сами сказали, что нельзя маму не служить. Нельзя. В храме нельзя. За пределами храма нет никаких ограничений. Иоанна Кронштадтского тоже обвиняли, что у него свои БМВ тогда, рысаки были. Он на это ответил. Вы не делайте ничего на попов-то. Говорит, я за вами еду, говорит. Успеть. Где вы там, в десятером были? Ему одному приходилось то, что вы не доделали делать. Поэтому он спешил. У него были прекрасные рысаки. Свой пароход был. Его люди так любили. Когда пароход-то отплывал, а то колесо крутилось лопастями по воде-то. А люди не хотели с ним расстаться. Забор держали, он отплыть не мог. Держали его, как не на канатах, а канатами любви. У него свет горел, когда ложился спать. А на пирсы там жгли костры. И смотрели на огонек из его окна. Радовались. Так его народ любил. Получается вообще, то есть не православие получается, какой-то кинофильм. Ну как бы снимаемый кем-то. То есть вместо Бога ты получаешь кино, в котором ты играешь какую-то роль. Приходишь в храм, какие-то делаешь движения, чего ты ищешь. А по сути ты ничего и не находишь. А вот когда ты уходишь на природу, вот как вы ушли в православную общину, на природе, чистый воздух, чистая вода, молитва, труд, все, вот там Бог. А где Бог будет в городе? Грязь да нечисть. Ну, сказать, что в городе нет. В Иерусалиме-то Господь был, он назвал дом мой, в центре Иерусалима. Мы так можем далеко зайти, как Лев Толстой. Общественная молитва на показ не должна быть. Поэтому в храм нельзя приходить. Так никогда не рассуждали. А как апостолы молились? В любом храме были они. И дом молитвен был на берегу реки. Но когда вышли, приколнили колено. А внутри молились? Да, молились. Так всегда было. Внутри как? Конечно, лучше на природе. А где купол? А вот небо купол. А где свящая солнце светит? У нас это такое неоднократно было. Мы где не идем, там и молимся. Вот занятия идут, вот во дворе выходим, рядом ель стоит большая, береза. И мы тут занятия проводим, и тут же молимся. Храм не препятствует этому. Он, наоборот, должен бы содействовать. Там и украшения, там и мощи. Поэтому в городе молятся люди. Как же так? Писание об этом говорит. Христос пришел, не сказал, пойдемте на природу. Он собирал, написано, собрались. Когда бы зашел он на гору, на гору, там на холм. Но и в городе-то было. Внутри города. Игнать, Тихон, сейчас бы сейчас Иисус Христос пришел бы и был бы. Я думаю, что города полетели бы в Тартарару и сразу все. То есть все города... Города полетели? Конечно. Ну а как же? Если, говорит, даже 10 праведников найдется, Господь, говорит, пощадил бы город. А я думаю, что больше праведников есть. Мы их не знаем. Пророк Илья был очень прозрительный. И Богу жаловался. Один я остался. Мои души ищут. А Бог, говорит, еще 7 тысяч остаток. Он ошибся в 7 тысяч раз. А мы, может быть, в 70 тысяч раз ошибаемся. Еще монастыри есть. Есть люди, молятся. И архиереи верующие есть. И священники есть. Хорошие верующие. Старцы. Монахи. Обо всех, как сказать. Я лично встречался с очень духовными людьми. Вы где живете? А, я в Москве. В Москве. Храм Христа Спасителя знаете где? Да. Вот от него с этой стороны канала, от храма метров 250. Там видно прямо. И вы видите купола. Это Берсеневка. Храм Никола на Берсеневке. И там отец Кирилл Сахаров, игумен. Сходите к нему. Были у него? Были, да. Ну и что? Ну, у меня здоровье такое, что я в какой храм не прихожу, все еще, думаю, исцеление уже 20,5 года и никак не нахожу. То есть, с организмом полная практика. Еле говорю, еле что-то делаю. То есть, вот что-то пытаюсь делать, что-то и молюсь, но каждый день. Евангелие целыми днями читаю. Но мне, блин, ничего не помогает. Вот не могу никак. Почему вы решили, что должно быть помогать вам? Вы туда пришли. Я вас спрашиваю. Вот они провалились бы в тар-тарары все. Но я говорю, а вот конкретно, игумен Кирилл, вы о нем ничего не можете сказать. Вы опять свои болячки. Болячки забудьте свои. Вы на ногах ходите? Ну да. А посмотрите, Сергей Козлов лежит 14 лет. А я смотрю каждый раз. Ни руки, ни ноги не шевелятся. И он в этих слов не говорит. Это герой веры, настоящий герой. Вот с него пример берите. Был Пимен многоболезненный такой. Болел. Но жития святых я насчитывал, знаю. Так что вы, когда заходите, забудьте о себе. Кто вы? Вот меня спрашивает сегодня только. Вышел человек, который давно уже меня не слышал, не знает. Ну и как ваше здоровье? Я говорю, нормально живу. Сам хожу. А что у вас болит? Да ничего не болит. То есть у меня все болит. И колени не гнутся. Но если я вышел на улицу, ни один не должен догадаться. У меня дети. Я начальник детского лагеря. Утром главное мне надеть брюки. Я через палочку как-нибудь все равно ногу засуну в штанину. Если я оделся, до вечера ни один человек не должен знать. Я должен положительную энергию давать людям. Так вот именно. А у меня ничего не осталось, никакой положительной энергии. В том-то все и дело. Нет. Вы перемените отношения. Скажите, что храм, который вы носите тело, он еще вам служит. А теперь поищите причину болезней. Почему? Как вы жили? Что там было впереди? Не послужило ли это к тому, что есть сегодня? Нет, все грехи. Да. Еще теперь молчишь, чтобы никто не слышал. Танцевало. Танцевало. Есть желание пообщаться, пожалуйста, я вас покину. Нет, нет, Сережа, я без вас не остаюсь, отключай меня. У меня сейчас будет из другой страны люди ставят на очереди. Ну ладно тогда, давайте помолимся и закруглимся на сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Знайд Тихонович, помолитесь. Господи Божий, Отец наш Небесный, мы пристали перед Твоим величием и просим Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа, умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания. Соделуй нас с истинными Твоими учениками, исполни благодатью Духа Твоего Святого и научи нас видеть, кто нуждается в нашей помощи духовной. Благослови правителей, патриарха, епископов, священников, паству и всем даруй духовное рождение свыше, чтобы мы были водимы Духом Святым. Слышали голос Его, стараясь во всем Тебе угождать, дивный наш Господь. Научи нас радоваться тому, что ты дал нам святой дар неба, веру в Тебя, чтобы сердце было исполнено благодарностью за Святое Слово, Святую Библию, которую дал нам. Хвала Тебя. Научи нас ценить святую православную веру. Тебе слава за все вовеки, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 С Богом. С Богом. Аминь. С Богом.